Слава Богу, братья и сестры, сегодня у нас такое служение, оно больше посвященное для детей, воспитания детей. И как мы совершали это служение, посвящение детей для Бога, чтобы Бог руководил их жизнью, чтобы Бог устроял их жизнью. Потому что каждый из нас, мы хотим, чтобы наши дети принадлежали Богу. Каждый он хочет. И в Писании написано, что когда были младенцы, приносили детей для того, чтобы молились за этих младенцев, чтобы эти младенцы были верующие люди. Но также мы понимаем, каждый из нас, что на этом не заканчивается, что помолились, благословили и все. Это дитя уже точно будет служить Богу, уже будет благословение. Мы это знаем. Мы бы хотели, чтобы это было все. И уже гарантировано, что это дитя будет верущее. Но мы понимаем, что есть еще жизнь, что есть еще перед нами очень-очень много работы, которые надо будет сделать, чтобы это дитя, оно было верущее. И мы учимся, кто-то у нас есть дети маленькие, мы стараемся, мы слушаем советы разные, что надо делать, как надо поступать, чтобы дети принадлежали к Богу. Кто-то уже старше, у его дети верующие, они рассказывают, как поступать, как не поступать. И для нас это как реальность и переживание постоянное. Что надо делать? Я даже помню, когда пришел я к посещению, ну, знаете, когда дитя рождается, к моему другу, с женой мы пришли, ее подруга родила, в воспитале мы сидим, там общаемся, и он говорит, что, ну, мне так тогда посоветовали, и я так сделал, что когда дитя только рождается, родилось, ты берешь, сразу они его не мыют, ничего, но ты снимаешь свою футболку, рубашку, снимаешь, и это дитя прилаживаешь к себе, и держишь его минут 20-30. Ты ходишь просто, чтобы она твоя, твое тело и его тело, оно чувствовало друг другом. И таким образом, это дитя, оно прицепляется к тебе. И это самое первое, что это дитя познало в этом мире, это отца своего. И уже на всю твою жизнь это дитя, оно будет к тебе привязано, потому что первых полчаса своей жизни оно чувствовало твое тело, оно чувствовало твое душу. И сейчас это дитя уже будет как на всю жизнь мне. Ну, я говорю, ну, нормально, знаю, хорошо так, я не впротив, но если ты не будешь отцом дальше, если это тебя дитя не будет дальше видеть по жизни, эта привязанность, она прервется, оно исчезнет. Этих полчаса, что ты его подержал в начале, это не есть заряд на целую твою жизнь. Но оно должно тебя чувствовать, когда ему там будет год, два, три, десять, двенадцать, восемнадцать. Оно всегда должно тебя чувствовать и быть возле тебя, чтобы оно признавало тебя отцом, чтобы оно было привязано к тебе. На этом не все. И мы это понимаем. Так же самое, когда мы их приводим к церкви, к Богу, что да, есть вещи, которые хорошие мы сделали, но это не все. Есть еще много других, ну, чего надо учить и наставлять их. И я хочу сегодня в основании прочитать стих или место из Писания, которое нам знакомо, но оно для нас важное и реальное. Это Матфея 7,24. Иисус говорит, и дальше. Итак, Иисус Христос посмотрел на людей и в этом случае начал им приводить примеры о стройке. Знаете, я думаю, нас тоже это касается, потому что многие из нас повязаны стройкой, были задействованы, строили дома. И он говорит, кто мои слова слушает, тот построил свой дом на камне, кто не слушает, на песке. И мы знаем, что наша семья, как мы воспитываем детей, это строение, это ни одного дня работа. Дом построить мы за один день и за неделю не построим. Берет определенное время, чтобы построить дом. И когда мы его закончили, потом мы узнаем, хорошо дом построили или нехорошо. Так же самая семья. Когда дети у нас еще маленькие, там год, два, три, пять, все считают, что они правильно строят свою семью, и это строение правильное. Но проходит где-то 15 лет, 20, 25, и тогда человек начинает увидеть сам и другие, что что-то здесь было неправильно построено. Что-то не так. Что-то не так. И человек уже хочет вернуться назад, но не может. Не может вернуться назад, потому что уже все, конец, уже стройка закончилась. Это тяжело что-то переделать, когда оно уже закончено. И очень важно, чтобы вначале было правильно построено. Например, мы, вот я вырос в семье, где мы с детства занимались стройкой. Мы всегда что-то строили, что-то ремонтировали. И для нас это была, ну, постоянная жизнь, ничего особенного. Мы примерно знаем, как структуры существуют, что надо делать. Но пришло время в мою жизнь, где все-таки у меня получилась такая возможность, где стройка может быть моей работой. И мне пришлось брать разрешение у государства, чтобы они мне дали лазьность, чтобы я мог строить. Но когда я прошел брать этот лазьс, они нам говорят, ты должен прочитать книжку, такая здоровая, и знать все правила, коды для стройки. И они потом тебе дают тест. Когда я начал эту книжку изучать, я узнал, что много чего мы делали, оно было не по кодам, оно было не по правилам. Я был удивлен. Ну как? Мы столько лет, уже столько домов перестроили, а некоторые даже элементарные вещи, они были не по правилам. И было время, когда мы собрались, там мой отец, мой брат, Сергей, и мы сидели, ну, мы строили столько лет, а здесь написано, ну, что неправильно. Думаю, ну, все так делают, ну, и тот так строит, и тот, и тот, все так делают. И мы решали, ну, мы будем продолжать делать, как мы всю жизнь сделали, и все так делают, или все-таки мы будем пробовать строить так, как написано в книжке, как на кодах по правилам. При нашем долгом рассуждении все-таки мы согласились. Давайте, если уже мы знаем, какие правила, какие коды, так мы будем и строить. Уже узнал, что оно так, значит так. И все. И это даже было своего рода, знаете, перелом, потому что, ну, жизнь уже столько прожита, и нам казалось, что это нормально. Ну, не, мы все-таки решили идти по кодам. И ты думаешь, ну, ну, какая разница? Ну, то ж, оно нормально. Я все это делал, оно было хорошо. Но если начинать, если реально вы хотите узнать, какая разница, разница есть. Потому что есть люди, инженеры, которые это строение, они уже испытывали. Они его ставили при тяжелых каких-то условиях, каких-то штормах, каких-то необычных обстоятельствах. И они вычислили, что таким способом это будет самое лучшее строение. Да, есть другие способы, но они не выстоят в этих обстоятельствах. Они его испытали и написали такое правило, такой закон. Мы не испытывали. Мы, знаете, мы пришли, построили. Мы не знаем, через что этот дом будет проходить. Мы не знаем, какой шторм там будет. И нам нужно построить так, как те люди, которые испытывали его, чтобы оно стояло. И когда уже ты это начинаешь понимать, окей, хорошо, хорошо. Потом ты строишь, и постройки, каждый из вас знает, кто такой инспектор. Вызываешь инспектора, и инспектор приходит привирать ваше строение. И я уверен, что каждый человек, кто вызывал инспектора, перед тем, как он приходил, вы говорили молитву. Господи, благослови, чтобы мы прошли эту инспекцию. И я тоже сам, как только вызываешь инспектору, я молился, благословлял его, его семью, всех, чтобы он был в настроении, чтобы все было хорошо, чтобы он здесь ничего не увидел, чтобы все пропустил. Я просто молился за инспектора. Но знаете, потом мне пришло такое, ну, я так начал думать, почему я молюсь за инспектора? Может, мне надо молиться, чтобы я правильно построил? Потому что инспектор, ну, он мне не враг. Хотя многие, мы его представляем, что он пришел нас туда наказать, что-то словить, скрутить. Но в реальности он туда приходит просто посмотреть, если ты правильно сделал эту стройку. И он тебе говорит, нет, неправильно. И мы недовольные начинаем, что это за такой инспектор? Сказал неправильно, заставил нас переделать, еще там 500 долларов лишних мы потратили. но его это работа. И я так увидел, что в реальности нужно молиться и просить у Бога в мудрости. Ну, инспектора благословить хорошо, но в реальности, чтобы ты правильно работу сделал, чтобы твой дом правильно стоял, тогда инспектор приходит, и у него проблем нет. Он говорит, Гаджа, хорошо сделали дом. Хорошо. У нас бывали случаи, где мы, ну, чуть не пободрствовали, не успели доделать работу, инспектора вызвали, он хоп, пропустил. А потом ты заходишь, ну, как он пропустил такое, это вы шо? Как он пропустил? Плохой инспектор. Ну, вообще-то, это твоя ответственность, но даже в этом случае уже плохой инспектор не заметил. Он все не заметил. Все равно ответственность вся на тебе строение, но он туда приходит, чтобы тебе помочь, чтобы вдруг у тебя большая ошибка, чтобы он тебе мог подсказать. И да, бывает, это стоит больше денег. Самое лучшее сделать все всегда правильно. И так же само, знаете, Иисус Христос, говоря о строении, и говорит, что я говорю слово, я говорю слово, и кто исполняет и слушает это слово, он мудрый, он правильно построил свое строение, он построил его на камне. Кто не слушает, он не мудрый. Он дал нам Писание, так можно сравнить, знаете, как для нас, для стройки, данная эта книга кодов, как строить дома, так же само для нашей жизни нам дана Библия, Писание, как построить свою жизнь, как построить свою семью. И если мы, знаете, бывает, обходим некоторые правила, у нас будут проблемы. И Христос говорит, я дал мое слово, если ты будешь строить по этому слову, в тебя будет все нормально. И даже у Христа бывает, есть такие, ну как, инспектора, он может там ставить служителей, и они приходят, и там бывает проверяют, ну брат, ну как твое там духовное состояние, как твое строение, как то. И даже в некоторых людей такое впечатление, они думают, что служителя это ихние враги, что они ищут его где-то словить, где-то его наказать, где-то ему что-то скрутить. Такое впечатление у людей, что это работа служителей. Но работа служителей это увидеть, да, это неправильно, и сказать, что слушай, брат, сестра, ну неправильно, исправ, потому что когда твой дом уже будет стоять, тогда ты уже не справишь, тогда уже ты ничего не сделаешь. Ох, какой плохой служитель, или брат, или сестра замечание дал, да, чуть-чуть поскорбели, цену надо платить. Но это хороший служитель, плохой служитель, это который вам ничего не скажет. Так же самое, как плохой инспектор, когда пришел на ваш дом и видит, что ваш дом завалится, и он скажет, все good, это плохой инспектор, это нехороший. Так же самое служителя, проповедники, ответственные, если они видят проблемы наши и нам ничего не говорят, это плохие инспектора, это плохие. Ну, хочется, чтобы их всех любили, им тоже хочется, чтобы их любили. Ну, зачем на такую работу становились? Зачем у Христа взяли такую позицию? Ну, такая позиция. И так оно есть, и эти люди, они там стоят, чтобы нам помочь. Они приходят, нам говорят, замечания, то, все, мы вникаем, да, реально не то, исправляемся. И это оно есть. И я бы, знаете, ну, некоторые маленькие такие элементы или правила жизни семейные хотел бы чуть-чуть затронуть. Например, даже, когда инспектора приходят проверять дом, они не проверяют все. Они не проверяют. Они проверяют только проблемные ситуации. Им уже там в офис говорят, эй, в вот этой, вот этой сфере люди много делают ошибок. Проверяйте. Например, если ступеньки, да, с первого этажа второй, обязательно, сто процентов, инспектор будет проверять ваши ступеньки. Потому что там очень много ошибок. И он, если вы вызываете инспектор, он сразу идет в ступеньку с рулеточкой и пошел хлоп-хлоп, оп, ты просчитался на полынча, переделывай. Они знают, что там есть проблемы. Есть вещи, например, сайдинг пробивают. Здесь никто их не проверяет. Но хотя в реальности на сайдинге очень много кодов, которые нарушаются. Я их знаю, что они нарушаются. Но это не такая большая проблема, они даже не проверяют это. Так само в нашей жизни есть вещи, которые мы можем нарушать, но на них не столько много внимания уделяется, но они важны. А есть, которые просто проблема. И мы каждый раз о них говорим. Эй, посмотри туда, посмотри туда, смотри, чтобы ты там не запорол, потому что это тебе потом будет большой эффект на твою жизнь. И одна из вещей, скажем, когда дитя родилось, с чем мы встыкаемся, ну их не скажем, капризы, их не требования. И ложится ответственность на родителей, чтобы они могли воспитать дитя, чтобы он мог сказать, да не будет моя воля, но твоя воля. Сейчас это реальная проблема, реальная, с самого детства, в подростковый, в молодежь. Кажин хочет, чтобы исполнилась его воля. Вот так должно быть. Оно начинается, когда он маленький, кричит, 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 и родители начинают ему служить. И уже все идет по него. Хобь, некоторые их родители сломали, что уже они видят, что крик их не берет. Они начинают другую тактику пользоваться, которая намного тяжелее. Ты сказал, все, отец, матерь, так, все, мы так, сегодня вы никуда не едете, все будет так. Они пришли, сговорились, пришли, обняли вас, ну папа, ну мама, ну разреши. И наше сердце плавится. И мы им разрешили. И они уже знают, что вот есть способ, как поменять слово родителей. Да, один, два, три, мы люди, мы им разрешаем. Но потом через время ты видишь, что это является способом ломки тебя. И ты это тяжело сказать, нет, сынок, дочь, мы так решили, вот сейчас назад мы вам сказали, не поедете. И они пробуют, пробуют, но они должны узнать, что не моя воля добудет, но отца и матери. Это очень важное вложить в нас, ну мы стараемся, в детей, если они способны это сказать. Тогда им легче служить Богу, когда они женятся, когда они стают стабильны, они реально будут исполнять волю Божью, не свою. Но если они в маленьких годах не научились этому, тяжело им научиться, когда они взрослеют. Это одно из таких фундаментальных, что есть и в котором у нас есть проблема. Второе, знаете, даже потом дети подрастают, идут в школу, начинают выбирать направление, в котором они будут жить. Очень часто замечается, видишь, человек, знаете, такой малой, подросток, и потом хоп, начинает идти, выбирает там профессию, колледж, и хоп, только по воскресеньям начинает появляться, и спрашиваешь, почему, что, как, я учусь, я учусь, это важно, это важно, я сейчас доучусь. И он уже церкву поставил на вторую ступень, а учебу поставил на первую, потому что это надо достигнуть. За этих 3-4-5 лет учебы, они настолько привыкают, что церковь уже на втором месте, когда они получают уже карьеру, когда уже у них работа, церковь все равно остается на втором месте, все равно, они уже женились, у них уже дети, уже у них вообще другие цели, а церковь остается на втором месте, потому что был момент, где родители разрешили, что твои уроки важнее твоего служения, вот это важнее, что ты можешь пропускать, ты можешь не участвовать, и оно у них, знаете, это укоренилось, это как их становится одно из фундаментов потом, который невозможно переменять. Тех, которые родители держали, что уроки уроком и школа школой, но служение служением, оно приоритет, оно у них так и остается, они и женятся, и семейные, и даже если пропускают служение, их совесть судит, он пропустил, оправдывает себя, что он пропустил служение, но совесть его судит, потому что строение правильное, правильное, и опять это зависит от нас, чтобы ему показать, какой у него приоритет. Что не может никакая карьера, работа, жизненное устройство выше быть в церкви, служение Богу. Это невозможно. Ну а мы на два года давай чуть-чуть поменяем. Этих два года может быть радикальными для ваших детей. Они переменяют их жизнь. На два года нельзя менять. Потому что это становится реальной проблемой. Еще один такой момент, даже работы. Человек вырастает и заявляет, ну я хочу быть полицаем. Я верю, я хочу быть полицаем. И ты, ну ты не можешь быть полицаем. А почему? На Библии написано, что он носит меч. Вот слуга Божий, я хочу слушать Богу, как полицай. И что мы начинаем говорить? Ну наши там почему в нем уже вложено, что он хочет быть полицаем? Почему? Почему он такую карьеру выбирает? Ну там же ж убивает людей. Ну, ну он слуга Божий. Но там убивает людей. Почему у тебя вообще есть желание? Почему у тебя внутри есть согласие с тем, что ты хочешь убить человека? Ну вот как ты, как ты можешь внутри представить, что ты убиваешь человека? Он не прав, да, он не прав. Но ты видел, что Христос убил грешника? Христос спасал грешников. Да, власть поставил Бог. Но Бог поставил на земле власть, которая для наказания беззаконников, и поставил церковь, которая спасает людей. И мы выбираем, или ты работаешь в церкви на Бога, или ты можешь быть в власти. Фараон, он тоже был сосудом Божьим. Он тоже исполнил волю Божью, когда израильский народ, он притеснял. Но он был сосудом гнева. Он все исполнил, что Бог хотел, чтобы он исполнил. Но он погиб. Он погиб. Так же самое сейчас. Ты выбирай, где ты хочешь исполнять волю Божью. Сосудом гнева, мертвым, или быть в церкви живым, спасая других людей. У нас тоже поднялся один вопрос недавно, я даже за него не задумывался, с молодежью. Человек говорит, могу ли я работать с теордессой в ресторане, ресторан, в который мы приходим тоже. Могу ли я работать в этом ресторане, но там одно из требований, что когда люди входят, ты сразу должен им предложить. Вы сегодня будете кушать, но вам вино, мы тоже предлагаем вино, и разное вино, которое они хотят пить, вы должны им предложить, и может даже рассказать разновидность, и принести. Могу ли я работать на такой работе? Ну, я так сразу, для себя я так думаю сразу, ну, я бы не работал бы, зачем мне такая работа? Ну, а для других? Вот другие вот наши молодежь, подрастают, работы ищут, ресторан, в который мы ходим, да, мы туда заходим, нам предлагают вино, и мы говорим, ну, нам вино не надо, мы будем просто кушать, и все, мы свободны, мы помолились, мы покушали, ушли с оттуда. Но тот стюардесса, который нас обслуживал, что если этот стюардесса будет член нашей церкви? Нам-то он вино не предложил. А, скажем, другие люди приходят, а он обязан, или она, им предлагать вино. Они могут сказать да, могут сказать нет. Ну, а другие скажут, да, принеси нам вино. Расскажи нам, какое там вино. Ну, у нас есть три вида, вот это такое, вот это такое, вот это такое. О, принеси нам самое лучшее. Ну, сейчас, хорошо, я вам принесу самое лучшее. Хоп, принесли. Может ли христиане иметь эту такую работу? И мы так порассуждали, подумали, я не вижу, будучи христианином, как можно иметь такую работу. Да, она удобная, да, может, это будет очень хорошо для вашей жизни, для детей устроять, но как ты будешь приносить и поить других людей вино? Как? Все, и это жертва. И это надо так вложить в это дитя, что он скажет нет. Если вы хотите, чтобы я работал, я не буду предлагать вино другим клиентам. Если вы требуете, чтобы я это делал, все, я пошел на другую работу, Бог устроит. Но это вложивается раньше. Это вложивается в раньше, это есть строение. И когда мы, ну, живя, строим нашу семью, читая Писания, вложим в них, приходит время испытание, приходит шторм, так же само, как на любое строение, приходит шторм. И если шторм не развалил это здание, потекли реки, дождь пошел, все говорят, о, хорошее строение. Но если шторм развалил это здание, говорят, да, плохо построили. И там есть место Писания, впрочем, может, сам спасется, но как головня из огня. И когда наши дети, мы уже влажим, то есть, приходит, знаете, шторм в их жизнь, и зачастую мы ввиним сам шторм. О, какой плохой был шторм. О, какие плохие были обстоятельства. О, если бы этого только не случилось, бы все было хорошо. Но проблема, она же не в шторме. Проблема не из-за того, что полились реки, дождь пошел. Проблема в самом здании, в своем строении. Если правильно построено, оно шторма не боится. Оно устоит. И к нашим детям, бывает, приходят, знаете, друзья. Приходят друзья, и есть место из Писания, где написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. И мы, как родители, должны это предохранять. Но приходят друзья, и это будет, и это есть, это каждого касается. И ты слышишь, родители говорят, попал в плохую компанию, его развратили. Пришли, вот эти друзья, они его увели. Вот эти. И собираются, я видел случаи, где собираются там три-четыре родителя, их дети вместе были, вместе наделали, кто знашо, и они винят, все родители этих детей винят друзей. Хотя это были ихни дети, ихние. Они все одинаковые. О, твои моего, о, твои моего, мой хороший. Но в реальности эти дети, они уже, если он хороший, или правильно построенный, и придет ему плохой друг, он просто с ним не склеится. Он, ну, там, недельку, две, три подружит, и у них он отпадает. Мы даже с молодежью, как мне интересно, мне интересно даже наблюдать, мы поедем в другую церкву, там, на конференцию, и ты видишь, как не то что за часы, за минуты, мы приезжаем туда, они не знают тех людей, но каждый находит своего друга и находит точно такого самого, как он. Те, которые любят Писание читать и беседовать, смотришь, они уже там что-то беседуют, то, сё, сё. Те музыканты играют, те, которые там в футбол играют, они сразу друг друга находят, и ты думаешь, ну, почему они, не ошибнутся, другого найдут. Те, которые любят что-то там нашкодничать, ну, обязательно, смотришь, ну, как они нашли друг друга. Те шкодники, эти шкодники сразу узнают друг друга. Ну, как? Это дух, это кто они есть. И если у них плохая компания, всё, значит, это строение, которое мы настроили, оно плохое, мне друзей надо менять, надо своего менять. Никто не хочет плохой дружить с человеком, который начинает говорить о Библии. Никто не хочет. Если ваш сын, дочь начнёт говорить о Библии, сразу все плохие от него убегают. Он не считается cool, он не считается крутой. В школе, если кто-то говорит о Библии, они считаются, ну, на них низко смотрят чуть-чуть. Это реальность. Крутые хотят говорить о мирском, похотите, похоть плоти и гордость житейская. Вот это, о чём они говорят. И приходит это испытание. Если наше строение правильное, эти друзья потихоньку отпадают. И наши дети остаются там, где они должны быть. Но это строение. Это строение. И получается, что нам делать? Что делать? Мы слушаем, мы наблюдаем. И в конечном итоге, как Христос сказала, что Писание и моё слово. Как мы в стройке всё-таки решили, что да, мы столько лет строили, нам казалось, это правильно. Но когда мы узнали эти коды, законы, что это неправильно, мы поменяли и начали строить по кодам, и у нас проблем меньше стало. Сейчас мне уже не страшны инспектора, потому что я знаю, что они по кодам всё построены. Если я не уверен за какой-то код, да, я тогда переживаю. Так же самая наша семья. Мы не можем, знаете, наперёд забежать, что-то впереди сделать. Им же тяжело взади что-то менять. Но если мы через Писание узнаём, что да, нужно менять этот вопрос. Да, у меня так, а в Писании по-другому. Но оно у меня всегда так было. Оно вроде было нормально, но... Да, сейчас оно вроде беды не показывает. Да, оно смотрится хорошо сейчас. Но когда придёт испытание, оно рухнет. Потом мы будем плакать и будем говорить, да, надо было слушать, да, надо было поменять. Это же настолько легче было вначале всё правильно поставить, но уже мы ничего не сможем сделать. И такой, ну, мой призыв, слово, чтобы нравится нам, не нравится некоторые вещи, делали мы, не делали их, но всё равно в основу ставили Слово Божье, принимали наше обличение, наставление, потому что они сказаны нам не для того, чтобы нас там что-то ставить где-то, они сказаны для того, чтобы мы были лучшие христианы и устояли любую, любую буря, которая будет перед нами. И мы будем молиться, будем молиться друг за друга, будем молиться за семьи, за молодые семьи, чтобы Бог давал мудрости, чтобы раньше мы видели, что да, в этих вопросах нам надо исправляться, да, что я, ну, увлёкся в суету, да, я как-то понадеялся, что вот эта молитва один раз, она всю жизнь будет берегти, но эта молитва постоянно должна быть, есть и молитва, есть и всё, и учение, всё оно должно быть. Один раз подержать 30 минут ребёнка возле груды не значит, что он будет всю жизнь тебе привязан. Хотя сам этот акт, он хороший, и он трогательный, даже такой эмоциональный, он хороший, но это не всё. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, даруя нам мудрости. Давайте склоним наши колени, помоемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok